Чтобы избежать явного перекоса цен, будь то на кофе или на товары первой необходимости, в Беларуси создан экспертный совет по ценам и тарифам. Сегодня подписано совместное соглашение Федерации профсоюзов, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Нацбанка и Белстата. Это социальное и добровольное партнерство, чтобы на рынке не было необоснованного роста цен и дефицита. Будут учитываться интересы потребителей, предприятий, а также ситуация на внутреннем и внешних рынках. Как изменится мониторинг и выиграет ли от этого покупатель? Ответы из первых уст выслушала Светлана Лукинюк. Мониторинг за ценообразованием отныне с четырех сторон. Официальные цифры от Белстата, прогноз от Нацбанка, народный контроль по магазинам от профсоюзов и окончательная оценка и анализ Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В расчет берется цена от производительного товара, а также торговая надбавка. Есть ли объективные причины для роста цен на рынке? Или это желание сиюминутной выгоды и покрытие своих издержек? Ответы на эти и другие вопросы будут искать сообща. Гарант тому подписано соглашение о создании экспертного совета по ценам и тарифам. Главный индикатор – рост доходов людей. Для детального анализа цен и эффективной работы по предупреждению необоснованного роста цен необходимо сегодня четкая координация действий всех заинтересованных ведомств. Поэтому мы после встречи у главы государства 2 мая внесли такое предложение для создания четырехстороннего экспертного совета, который, на наш взгляд, прежде всего должен работать на упреждение. В списке Белстата сегодня 460 товаров и услуг с потребительской корзины. По ним и оценивают динамику. Под прицелом все, что продается на рынках, мелких точках и торговых сетях. Конечно, мы сделаем акцент на тех товарах, которые человек покупает каждый день. То есть это продовольственные товары, непродовольственные, например, бензин. Естественно, это услуги, это жилищно-коммунальные, связь, транспорт. Но главное здесь, чтобы и на внутреннем рынке не было дефицита той или иной продукции, когда предприятиям на экспорт продавать выгоднее. Но в то же время не было и необоснованного удорожания. Здесь очень важно найти баланс интересов с одной стороны производителей, потому что, конечно, жестко сдерживая цены, можно получить очень-таки негативные последствия для этих производителей. С другой стороны, нельзя идти на поводу у отдельных организаций, может быть, производителей, желающих любой ценой повышать свои цены, тарифы. Особенно это касается монополистов, конечно же. И вот поиск вот этой золотой середины, конечно, должен быть в одних руках одного регулятора. Коллеги по совету за то, чтобы эти функции были полностью за март, как единого координатора ценовой политики в стране. Сейчас выносятся изменения в 72-й указ. В рамках же экспертного совета особое внимание ценовым перекосам, если они выше уровня инфляции или товар дороже, чем на сопоставимых рынках. Есть факторы сезонного всплеска, которые действуют неделю-две, и принятие столь категоричных мер, как регулирование, видится необоснованным. Но есть другие причины, которые выражают некие устойчивые тенденции роста цен, и именно тогда могут рассматриваться вопросы ценового регулирования. Собираться экспертный совет планирует дважды в месяц. Первое заседание в конце мая. Итоги будут максимально открыты. Вся информация появится под рубрикой на сайте Март. Светлана Лукинюк, Иван Мартынович, Агентство теленовостей.